Про ипотечные программы, про те возможности, которые у вас есть по покупке новостройки, какие есть программы без первоначального взноса и максимальный займ, который вы можете. Друзья, всем привет! В Ростове-на-Дону прекрасный солнечный майский день. Такая погода у нас уже больше месяца. У нас очень тепло, мы переоделись буквально с зимних курток сразу в рубашке в майке. То есть у нас настоящий южный город и лето пришло еще, можно так сказать, с начала апреля месяца. Сегодня я вам хочу рассказать про ипотечные программы, которые есть в Ростове-на-Дону. Какие проценты, условия, ипотечные ставки. И вы уже посмотрите, какие у вас есть возможности по приобретению новостройки в нашем прекрасном южном городе. Мы сегодня коснемся господдержки и семейной ипотеки. Господдержка, напоминаю, это ставка 8%, семейная ипотека 6%. Я сегодня буду вам рассказывать про ипотечные программы с великолепной Ростовской набережной. И вы по ходу моего рассказа будете не только получать полезную информацию, но и любоваться прекрасными видами реки Дон, а также набережной. Мне также часто задают вопрос по поводу ипотечной программы без первоначального взноса. Есть ли такие на данный момент. И я тоже коснусь этой темы ближе к концу ролика. Поэтому досматривайте это видео до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Хотя, в общем-то, можете не подписываться. Здесь столько будет полезной информации. Что если вам это не интересно, ну тогда не подписывайтесь. Итак, конкретно господдержка 2020 заканчивается ровно 1 июля этого 2024 года. Осталось чуть меньше двух месяцев. Поэтому, если кто думает купить квартиру и конкретно попадает под эту программу, а попасть под нее может любой гражданин Российской Федерации от 21 до 75 лет. Ну так, по крайней мере, написано в условиях. Ну, соответственно, с хорошей кредитной историей. Ну, что касается кредитной истории, то вы можете зайти на госуслуги и заранее посмотреть свою кредитную историю. Два раза в год эту выписку можно заказать бесплатно. Кому интересно, пишите в комментариях. Я сделаю отдельный видеоролик по тому, как это сделать, конкретно как зайти на госуслуги и где искать эту выписку. Что касается лимита по господдержке и семейной ипотеке, то он составляет 6 миллионов рублей. То есть максимальный заим, который вы можете взять в банке, это 6 миллионов рублей. То есть, если, к примеру, квартира стоит 8 миллионов рублей, у вас должно быть, условно говоря, минимум 2 миллиона на первоначальный взнос. Потому что банк вам может выдать только 6 миллионов рублей. Давайте для начала расскажу, какой должен быть процент для первоначального взноса. Те программы, которые есть без первоначального взноса, я их уже говорил, расскажу в конце ролика. Такие варианты тоже есть. А если вот у вас, например, вы собираетесь покупать квартиру именно с первоначальным взносом, какой должен быть процент? По Сбербанку это 30,01%. Ну, в общем, у вас должен быть минимальный первоначальный взнос 30%. Часто задают также вопрос по поводу того, можно ли взять ипотеку по двум документам. Да, такое возможно. Такую услугу предоставляет банк ВТБ при условии, что вы оплатите 50% первоначального взноса. Ну, или больше 50% первоначального взноса. Что касается конкретно подачи ипотечной заявки в банк. Есть такие ипотечные брокеры, которые предоставляют данные услуги, стоят это где-то в районе 20 тысяч рублей. Я вам не рекомендую обращаться к таким ипотечным брокерам по той простой причине, что, ну, как они работают. Есть специальные ипотечные агрегаторы, они туда загружают ваши данные и подают заявку сразу в 20, а то и в 30 банков. Такое делать нельзя. Максимум, что можно подавать, это в несколько банков, ну, допустим, в 2. Ну, и уже выбирать, где вам выгоднее, где вам удобнее. Почему? Потому что вот эти вот подачи заявок, они отражаются в вашей кредитной истории. Если даже у вас все нормально с самой кредитной историей, ну, то есть не было там просрочек и каких-то досудебных решений, досудебных тяж по поводу выплаты кредита, все равно банк посмотрит, что вы подавались там в 20-30 банков, и он просто решит, что, ну, вы были не совсем уверены в том, что конкретно какой-то один или два банка вам выдадут ипотеку. То есть это тоже может повлиять на решение этих банков. Крупные банки, ну, например, такие как Сбер, у них одобрение происходит с помощью искусственного интеллекта, то есть там все автоматизировано. Есть банки рангов поменьше, где полуавтоматическая система, то есть автоматика, скажем так, искусственный интеллект делает какое-то предварительное заключение, и менеджер уже потом подробненько рассматривает и принимает решение. Есть банки совсем мелкие, которые еще, ну, скажем так, не доросли до таких высоких технологий. Вот, ну, может быть, им не нужно, потому что они мелкие, у них не такой большой поток обработки заявок, и там все заявки обрабатываются вручную менеджерами. Ну, в какой банк лучше обращаться? Наверное, в тот, где у вас есть конкретно зарплатная карта, либо бизнес-счет. Если, допустим, это в Сбербанке, то лучше, конечно, обращаться в Сбербанк. Если это ВТБ-банк, то лучше ВТБ, ну, там, или Альфа, или другие банки. Что касается конкретно подачи заявки, то если мы, допустим, покупаем вторичную недвижимость, то сперва, конечно же, нужно одобриться. То есть без получения одобрения, как бы, бессмысленно что-то искать, потому что мы не знаем тот лимит, который вам предоставит банк. Соответственно, уже под ваш лимит мы подыскиваем вам квартиру, потому что поиск квартиры на вторичном рынке – это дело муторное. Если, допустим, я могу позвонить застройщику, уточнить какую-то информацию, и мне менеджеры дадут полную, полную ущерпывающую информацию, им нечего скрывать, то физические лица часто скрывают всякие разные там нехорошие вещи. Ну, например, если квартира покупалась с, допустим, или там ипотека частично гасилась материнским капиталом, либо была использована на первоначальный взнос, часто скрывают, что, допустим, не выделены доли детям, ну, или еще какие-то там нюансы. И если, к примеру, это свежая квартира от физического лица, именно конкретно на вторичном рынке, и срок уплаты налога не вышел, я напоминаю, что срок уплаты налога, если единственная квартира, то это 3 года, если не единственная, то 5 лет. Но, как правило, это инвесторы, у них это не единственная квартира. Это, соответственно, в домах, которые с выдачей ключей, которые были сданы, ну, скажем так, там, 20-й, 21-й, 22-й год в свежих новостройках, если вы уже рассматриваете с ремонтом вот от таких людей, то, соответственно, они вам предлагают покупать квартиру с занижением, чтобы не платить, так сказать, лишний налог. Вот, я категорически противник вот такой махинации, потому что вы становитесь соучастником налогового преступления. Ну, у нас сегодня разговор идет о новостройках, поэтому, что касается покупки новостройки, то здесь, в первую очередь, мы выбираем с вами жилой комплекс, выбираем квартиру, смотрим, какие у вас есть возможности, если у вас есть, ну, к примеру, там, 5 миллионов на первоначальный взнос, соответственно, лимит, ипотечный лимит у нас 6 миллионов, значит, мы можем взять квартиру до 11 миллионов. Ну, есть еще, так сказать, текущие издержки, там, юридические услуги, оформление договора долевого участия и так далее, страховка, ну, это, в общем-то, небольшие деньги. В каждом конкретном случае я вам эти вещи говорю, сколько это будет стоить, у каждого застройщика по-разному, у банков тоже разные суммы, поэтому, если вы станете моим клиентом, я вам все это подробненько расскажу, на этом мы останавливаться не будем. И тут мы уже плавно перешли к алгоритму выбора квартиры, ну, и, соответственно, покупки новостройки в Ростове-на-Дону, как это происходит у меня. Первоначально я узнаю, у вас еще возможности, то есть, если у вас деньги на первоначальный износ, сколько, в каком районе вы хотите купить квартиру, мы с вами конкретно выбираем жилой комплекс, конкретно выбираем квартиру с видовыми характеристиками, смотрим, где дороже, где дешевле, какой вариант лучше. И вот уже после того, как мы выбрали квартиру, подаем документы на одобрение в банк. Лучше всего подавать заявку на одобрение ипотеки в тот банк, где у вас открыта зарплатная карта, бизнес-счет, банк о вас знает все вдоль и поперек, ваши доходы, ваши расходы, и там достаточно отправить буквально несколько документов, и банк быстро, буквально за пару минут примет решение, особенно если это центральный банк, такой как Сбер, там решения принимаются очень быстро. Какие есть плюшки по поводу процентов? Напоминаю, что господдержка это 8%, семейная ипотека 6%, но можно получить дополнительные 1,5% скидки. В каких случаях это происходит? Есть в Ростове-на-Дону жилые комплексы, которые, к примеру, кредитуются в Сбербанке, то есть в Сбербанке у них проектное финансирование, Сбербанк кредитует стройку, соответственно, вы там открываете скроу-счет и перечисляете туда деньги, если покупаете за наличку, либо первоначальный взнос, то, соответственно, в таком случае вы можете получить дополнительную скидку 1,5%. То есть, если вы кредитуетесь по господдержке 2020, то у вас будет дополнительная скидка 1,5%, и кредитная ставка не 8%, а 6,5%. И, соответственно, если вы подходите под семейную ипотеку, то вместо 6% у вас будет 4,5%. Это очень приятный бонус, потому что 1,5% на протяжении 20, 15, да даже 10 лет это значительная экономия денег. Что касается цены на новостройки в Ростове-на-Дону, то в предыдущих своих видео на своем YouTube-канале я неоднократно говорил о том, что с августа по декабрь прошлого года цены выросли примерно на 20%. Что касается падения или какого-то там снижения цен, то его как такового не было. То есть в феврале, в марте месяце были какие-то акции от застройщиков, которые доходили, может быть, до 10-15%. Ну, например, мы еще в апреле месяце, я со своими клиентами, мы покупали квартиру, и как раз-таки до конца апреля месяца действовала скидка 15 тысяч рублей на квадратный метр. Ну, это, в общем-то, такой довольно-таки приятный бонус. А что касается скидок в данный момент, то сейчас у многих застройщиков они закончились, потому что подходит к концу льготная ипотечная программа господдержка 2020. Напоминаю, она заканчивается 1 июля этого года, и, соответственно, сейчас буквально с апреля месяца уже начал наблюдаться некий ажиотаж, вот он постепенно набирает обороты, то есть люди пытаются попасть, что называется, на подножку последнего вагона уходящего поезда, то есть те, кто еще думал зимой, в начале весны покупать, не покупать квартиру, воспользоваться этой программой, не воспользоваться. Сейчас активно работает в этом направлении, задают мне вопросы. И вот мы плавно подошли к обещанной мной теме, которую я освещаю уже к концу ролика, это можно ли взять ипотеку без первоначального взноса, не имея денег на первоначальный взнос. Да, такая возможность сейчас есть, но это не то, что было год назад, и сейчас я вам об этом подробно расскажу. В общем, как это все происходит? За вас застройщик вносит первоначальный взнос, соответственно, стоимость квартиры увеличивается на стоимость этого первоначального взноса, который оплачивает застройщик. Но если мы рассматриваем, допустим, квартиры, вы хотите купить по этой программе квартиру со сроком сдачи конец 2024 года, даже начало 2025 года, скажем, четвертый квартал 2024 года, либо первый квартал 2025 года, то, скорее всего, полностью в ноль взять не получится, то есть застройщик все-таки заплатит за вас половину вот этого первоначального взноса. Ну, давайте так примерно посчитаем, прикинем, да, квартира стоимостью 5 миллионов рублей, где-то примерно 30% первоначального взноса будет, ну, чуть больше 1 миллиона 600 тысяч рублей, соответственно, застройщик за вас может внести 800 тысяч рублей, а 800 тысяч рублей все-таки придется вносить вам, ну, 800, там, 850, это уже нужно конкретненько, подробненько посчитать на калькуляторе. Если рассматривать, скажем, срок сдачи объекта на более, так сказать, дальнюю перспективу, это, там, 2026-2027 год, то там у некоторых застройщиков есть варианты взять, что называется, совсем в ноль без первоначального взноса, но, опять-таки, совсем без денег купить квартиру не получится, потому что нужно оплатить юридические услуги, банк обязательно попросит вас оплатить страховку, вот, то есть, ну, определенные, все равно есть определенные траты, там, ну, скажем, там, от 50 до 100 тысяч рублей все равно вам придется потратить. И не все застройщики могут пойти на то, чтобы за вас оплатить полностью 100% первоначального взноса. Я так думаю, что попросят, ну, хотя бы в районе 200-300 тысяч рублей, но это, опять-таки, срок сдачи объекта. Я так думаю, что где-то 2026-2027 год. То есть, такие варианты есть, можете ко мне обращаться. Мы с вами попробуем в этом направлении поработать, потому что условия у застройщиков тоже практически еженедельно сейчас меняются, но это связано как раз-таки с вот этой нервозной ситуацией, с тем, что заканчиваются госпрограммы. Естественно, застройщики хотят побольше заработать денег, и некоторые уже даже начали поднимать цены, начали их подкручивать вверх. Вот, ну, здесь нет ничего удивительного. Опять-таки, в своих предыдущих роликах я вам говорил, что после майских праздников застройщики начнут потихонечку вверх подкручивать цены. И это уже сейчас происходит. Поэтому в конце мая, если мы ведем разговор о каких-то скидках от застройщика, вряд ли они будут, потому что в апреле, в марте они еще были, в мае месяце, ну, застройщику нет никакого смысла уже вводить вот эти вот скидки, предлагать, так сказать, заманять хоть покупателей, потому что вы и так сами придете, те из вас, которые, вот как я уже говорил, хотят в последний момент воспользоваться вот этой господдержкой 2020. Поэтому звоните мне, я постоянно держу руку на пульсе, общаюсь ежедневно со всеми застройщиками, то есть я за неделю прохожу весь круг застройщиков, то есть, ну, соответственно, в курсе практически о всех новостройках Ростова-на-Дону. Поэтому, если вы мне позвоните по номеру телефона, который вы сейчас видите на экране и станете моим клиентом, то вы, соответственно, получите полную исчерпывающую информацию по всем новостройкам, по всем объектам недвижимости, которые есть в Ростове-на-Дону. Друзья, мы также проводим активно межрегиональные сделки, это когда вы живете в другом регионе, скажем, на Урале, в Сибири, на Камчатке, на Дальнем Востоке, и хотите переехать на постоянное место жительства, наш прекрасный южный город Ростов-на-Дону, хотите поменять климатические условия, вы можете также мне звонить, у вас есть возможность купить квартиру в новостройке, не приезжая в Ростов-на-Дону, купить ее удаленно. Сейчас новые технологии, новые сервисы позволяют, и Россия в этом смысле, можно сказать, впереди планеты всей, даже опережает в этом направлении страны развитых экономик. Тем более, что, ну, во-первых, аэропорт Платов закрыт, еще закрыт, и он еще неизвестно, когда начнет функционировать, поэтому, если вам и лететь в Ростов-на-Дону, то это либо через Москву, либо через Атлер, ну, и, соответственно, ехать в Ростов-на-Дону поездом. Тем более, что если вы покупаете новостройку в Ростове-на-Дону, скажем так, на этапе строительства, на этапе котлована, то особо смотреть там нечего, у вас есть возможность купить эту квартиру по удаленке. Я вам предоставляю всю исчерпывающую информацию про локацию, про объект, про ход строительства. Либо мы с вами удаленно выбираем квартиру, я вам показываю локацию на видео, прям выезжаю, снимаю ее в режиме реального времени, показываю, куда смотрят окна, на частный сектор, либо на какие-то высотные здания, либо, допустим, на какую-то шумную проездную дорогу. Соответственно, выбираем квартиру, я вам рассказываю, куда выходят окна, на какую сторону света, и мы это все делаем удаленно, то есть вам приезжать не нужно. Также, если у вас нет возможности, скажем, приехать, принять эту квартиру, если уже подходит срок сдачи объекта и подходит выдача ключей, то я могу принять эту квартиру по доверенности. Также приду на объект, покажу, расскажу вам подробненько про все плюсы и минусы того, как сдает застройщик. Если вы посчитаете, что какие-то вещи неприемлемые, я, соответственно, пишу рекламацию, застройщик в течение месяца полутора устраняет вот эти недостатки, и, соответственно, все по новой. Я опять приезжаю на объект в режиме реального времени, по видеосвязи вам все показываю, рассказываю. Если все ок, значит, соответственно, имея на руках соответствующую доверенность, я ставлю эту квартиру на учет в управляющую компанию. Кстати сказать, в нашем городе активно ведется строительство жилья. Очень много жилых комплексов, подавляющее большинство из них ликвидные, которые пользуются спросом в хороших местах, в хороших районах. Есть комплексное освоение территории, и есть точечная застройка в центре города. Это, как правило, ну, конечно же, это бизнес-класс в центре, ну, а, соответственно, экономик, комфорт в центре строить не будет, потому что земля дорогая, соответственно, есть подземные паркинги, удобные локации. Так что обращайтесь, звоните мне по телефону, который вы видите сейчас на экране, а лучше пишите в WhatsApp, Telegram, потому что я могу быть где-то на встрече, либо на сделке, я вам обязательно в течение 15 минут отписываюсь, что, мол, через час, через полтора я вам перезвоню. Перезваниваю, мы с вами предварительно общаемся, и на следующий день мы уже встречаемся по видеосвязи, если вы из другого города, либо из другого региона, даже если вы живете в Ростове-на-Дону, все равно у нас с вами предварительная встреча по видеосвязи в WhatsApp, в Telegram, либо в Zoom. Это уже как вам будет удобно. В Ростове также ведется активно застройка территории старого ростовского аэропорта, который был перенесен за город перед чемпионатом мира в новый, вновь построенный аэропорт Платов, и вот этот вот земельный участок, где находился старый ростовский аэропорт, сейчас активно застраивается. Это восточная часть Ростова-на-Дону, можете посмотреть по карте, район Александровка, удаленность от центра на машине без пробок, можно доехать за 10-15 минут, в зависимости от того, с какой точки именно этого микрорайона вы будете ехать. Также мы активно работаем по новостройкам городов-спутников Ростова-на-Дону. Это Аксай, Батайск. Если, к примеру, не хватает денег на покупку квартиры в Ростове-на-Дону, я предлагаю либо Батайск, либо Аксай. Они находятся совсем близко к Ростову. И если говорить о транспортной доступности с этих городов, Аксай вообще совсем близко, практически уже, можно сказать, я так думаю, что в будущем это в перспективе 10-15 лет это уже станет районом города Ростова-на-Дону. Так вот, если мы рассматриваем, допустим, транспортную доступность из Батайска, то она даже лучше, учитывая, что эта дорога через мост на той стороне реки Дон, она лучше, чем с краев северного района, который активно уже, можно так сказать, застроился, ну потому что там узкие дороги, они как бы настроили много, а дороги пока еще не сделали. Кстати говоря, у нас в Ростове активно ведется строительство линий ростовского скоростного трамвая, который свяжет Левенцовку, это западный район Ростова-на-Дону, с центром, с восточной частью, с Александровкой, и где-то примерно к 2028 году трамвай появится и в северном районе Ростова-на-Дону. Я так думаю, что как раз-таки к тому времени и будут расширять те самые улицы, которые сейчас создают пробки. Почему еще с северного так тяжело доехать? Потому что в ту сторону активно застраивается загородка, то есть там всякие разные коттеджные поселки и точное строительство в близлежащих, так сказать, селах и населенных пунктах. Поэтому, соответственно, все машины едут по узким однополосным дорогам, утром пытаются все въехать в Ростов на работу, а вечером, соответственно, возвращаются домой. Поэтому там, конечно же, жесткие пробки. То есть гораздо проще доехать из Батайска, чем с пригорода Ростова-на-Дону, скажем, с западной, с северо-западной части ехать в Ростов-на-Дону гораздо проще. Итак, друзья, кто хочет купить новостройку в Ростове-на-Дону и воспользоваться уходящей господдержкой, которая, напоминаю, заканчивается 1 июля 2024 года. Это господдержка 2020, ставка, ипотечная ставка 8%, а у некоторых застройщиков мы можем получить 6,5%, я вам уже говорил про полутора процентную скидку. Обращайтесь, звоните, пишите мне в WhatsApp, Telegram по номеру телефона, который вы видите на экране. С вами был эксперт по недвижимости в Ростове-на-Дону Александр Лусенко. Всем хорошего дня, хороших майских праздников. Всем пока!